всех приветствую значит у меня тут идет замена энерго чей на среднем мосту один уже поставил новенький то вот у меня тот зашипел с ручника я машину снять не мог на лопрях остановился с ручника снимаю с ручника не снимается вышла посмотрел смотрю шипец энергича ехал вчера съездил вчера 2 энергича взял маршаловские этот рабочий тоже поменяю то что у меня там сзади два новых стоит их по-моему по менял не помню видео снимал заменил энерго чей шланги там поменял здесь шланги хорошие за исключением одного вот этого у меня давно перетерся обмост как и так не досмотрел не знаю прочего так вот ездил шланг одел хомутиком зажал вроде держала это родной шланг она будет один такой штан купить сейчас чего-то открутить надо вот и в принципе все здесь с подвески сзади разобрался спереди рессору я не поменял конечно же потому что ни времени ни желания езжу пока на такой потом до передка дойдет очередь поменяем рессору саленблоки надо будет наверно сразу души эти рессоры маршаловские все ничего на саленблоки у них беспонтовые надо будет какие-нибудь не знаю ничего нибудь получше возьму на перепрессую сам посмотрим короче все на морде у меня там все в порядке ничего там не брякает не стучит просто что рессора лежит надо поменять времени на это у меня нету пока все нормально саленблоки на этой рессоре и живы единственный косяк что она немножко просевшая что здесь расстояние меньше чем с той стороны здесь новая рессора стоит и соответственно вот расстояние побольше у меня то у меня тут не к спеху сделаем когда придет время сейчас разгребся я значит задней подвеской со всей все у меня здесь живое все в отличном состоянии то что грязное внимание не обращайте я всегда я люблю при грязной машине все ремонтировать вот здесь вот видно по энерго чан что новые еще амортизаторы задние габриал сухие перед рейсом не успел я заменить допоздна короче ковырялся крестовины поменяю сальник сейчас поменяем кстати перестал печь я уровень смотрю в мосту масло уровень нормально ну немножко так палец конечно залазишь и это вот от пробки вот так вот масло не было но это не критично сальник тоже все взял поменяю крестовины этот сальник на среднем мосту выходной сальник тоже заменю здесь этот амортизатор тоже сухой рабочий здесь новые стоят монро вот энергич один стоит новый он здесь по сальнику тоже видно что он сопливит надо менять тоже сальник у меня этот есть потихоньку помаленьку все здесь восстанавливаем такого состояния конечно стараюсь не доводить все на соплях болталась так ладно полезли этот энергия сейчас запихаю и поеду за шлангом шланг поставлю в принципе все подушки останется тоже еще поменять тоже потом они все целые принципе вот это по зиме только до конца так получилось что она очень высоко накачалась и шипеть начала потом упустилась вроде нормально но все равно воздух уходит надо будет поменять их все вот так что сделаем ничего время придет сделаем я так все на контроле держу я знаю где у меня чё и какие косяки какие там следующие на очереди так что все нормально машина работает и это главное значит приехал с магазина приобрел два метра вот шланга такого когда же в америке сделал сделан и парочку таких вот как их назвать то блин даже не знаю круче пару таких вот штуковин взял собирается это все это вот не в магазине показали как он обжимается вот обжимается и как бы все спокойно вращается закручивается резьба здесь 3 восьмых немножко конусная тоже идет и уже с нанесенным тут каким-то этим герметиком или что сейчас покажу как это все собирается собирается все вот так вот он берется одна часть до сюда вот да вот этой вот фаски до 1 1 вот 2 вот до 2 фаски упирается шланг эта штучка вот в первую фаску получается вот это вот резьбовая часть вставляется и второй часть вот это вот все пластик сверху прижимается вот так вот одевается колечко до конца и потом вот эта вот часть вот у нее здесь резьбовая 1 и как елочка и плюс резиночка идет сейчас немножко подмажем она вставляется резиночку смажу вставляется шланг в наборе идет шестигранник вот такой все это дело вот так вот туда закручивается до конца вот как здесь чтоб за под лицо было все шланг заходит сразу вот эту вот всю часть распирает здесь кольцо держит вот магазине грит эти штуки давно уже есть но я если честно сам вот первый раз вижу как бы все вот таким образом все шланг не вытащить но при этом вот эта резьбовая часть спокойно вращается то есть накручивай куда хочешь и вот принципе шланг вот такой взял почему взял такой потому что такого родного не было родной идет шланг живут латунные вот эти вот концы не было в наличии три магазина у нас по америке его всех трех нету вот он предложил мне продавец тебя ну возьми вот такую попробуй вот а это про запасу тоже кину пусть лежит мало ли не в дороге чё-то где-то так друзья вот хочу показать как кардан между мостами установим установлен вот видите как здесь эти концы вниз расположены горизонтально расположены вот из-за вот этой вот все херни то что неправильно установлен изначально был кем-то не знаю каким-то чудо механиком блин как же я вот так столько ездил и вообще на это внимание абсолютно не обращал сколько шприцевал все тут лазил слепошары старый уже вот и за этого вот следствие что ты ты крестовине ну тхана вот здесь она гуляет уже то вот уже последние два рейса и идут уже так расхерачивала сальник вот что-то прокапал прокапал тут так немножечко потеки были сейчас нету ничего масло уровень там все ну как бы немножко так палец засовываешь немножко ниже отверстия где-то вот настолько пробочки но это не критично просто перестал вообще соплевить но я его поменяю сальник уже купил и вот этот сальник тоже вот видно по мосту что весь говне вот но он так все это вот говнище я не знаю тут за последний год наверно он у меня вот так вот соплевел соплевел и уровень смотрел так еще когда масло заливал у меня там оставалось немножко и так подливал чуть-чуть вот ну сейчас все время время подошло вот эти две крестовины поменяю вот эти два сальника заменю ну и соответственно вот это карданчик поставлю правильно потому что они должны в одной плоскости быть то бишь вот эти вот вот эту шлицовую надо также развернуть и также поставить будем эти все косяки исправлять с так друзья в общем все сальники оба поменены вот установлены значит на заднем на заднем мосту ну какой стоит входной сальник номер его на среднем мосту выходной сальник вот такой поставил вот его номер вот этот вот этот купил еще года три назад на 1 собой возил сейчас покажу еще гайка новая осталось про запас вот это заднего моста сальник вот это получается со среднего моста в с выходного вала сальник вот так выглядит но вот этот новый все такой же только пылезащитник вот этот ровно в два раза меньше чем здесь сэкономили хотя тоже спейсеровский сальник ну то этот вот точно такой же как вот этот один в один общем все и все соответственно пистолетом откручивалась и закручивалась гайки я не на фиксатор резьбы садила на свой лактайд вот такой вот еще раз показываю какой я использую он у меня уже давно этот лактайд это валов тулочный фиксатор вот лактайд 648 вот и гайки на него засадил все он сейчас застынет и хер ты их чем крутишь гайки только греть придется до 250 градусов в следующий раз и срывать потому что у него его ну свойство клеющие или как короче разрушается он при нагреве до 250 градусов вот этот фиксатор нагреваешь потом все откручивается через сальник вытекала такое вот масло уже черное в заднем мосту менять надо заменю это тысяч стоя нора пробежал на нем заменю там уже в среднем поменяю общем она все собираем инструменты так мы все у меня крестовины сальники все поменяно вот кардан установлен правильно все все прошприцовано масло сливаю такая чаша здесь жижа вот где-то 100 наверно тысяч пробежал на этом масле 120 максимум поменяем 75 в 90 такой же залью потом в том мосту среднем заменю рейсик лишь пару рейсиков катанусь в следующий раз приеду поменяю в принципе все у нас жижи практически поменены единственное еще не пришло так до сих пор и не пришло мне сая 50 что все обещают обещаю так не могут привезти блин с москвы там ничего не критично в коробке как бы нормально она еще сколько я там на нем тоже на около 100 тысяч всего пробежал она рассчитана там на 700 800 точно так как мы используем нашу технику в очень тяжелых условиях то где-то не знаю на этом уж 1200 максим пробегу и поменяю в коробке моторе масло свежее сейчас задний мост следующий рейс приеду вернусь средний мост поменяю в принципе все у нас жижи все свежие хватит нам ну и все тут принципе задней ходовкой разобрался сейчас масло залью развернусь наконечники рулевые поменяю в принципе все рейсик мотанусь потом с рейса когда домой поеду заскочу в благу на схождение мостов передних колес все сделаю в принципе все у нас следующего года думаю может даже на два года можно будет забыть про подвеску посмотрим так ну все друзья стою на своем месте нам вот здесь вот отсыпали немножко самосвала всыпанули этим трактором немножко разровняли и катком прошлись надо будет еще вот сюда вот самосвал высыпать разровнять и вот эту газельку потом убрать сюда еще самосвал сыпануть разровнять тоже потом этот стояли с лёхой в яме все принципе бою готов стоим ждем загрузку на неделе может стрельнет что-нибудь так друзья всех приветствую в общем запасочка мне в рейсе не понадобилась сейчас я ее специально для вернее по просьбам трудящихся на камеру перебортирую спрашивают как ты как ты сдергиваешь с диска сейчас покажу супруга меня поснимает а я тут немножко побортирую вот колесо как видим сидит на диске сейчас покажу как я срываю с диска с диска срываю я по колесу не стучу я вот беру две монтаж очки и вот так вот таким образом по кругу прохожусь все особых усилий сама слезла сейчас на паузу нажми мой фейс не видели немножко подмажем немножко долбит монтажка вот это сыромятина купил херню чёрточки помогаем что поближе взять три ангел резина мягенькая начало есть не уверена да у меня все так есть теперь поднимаем поднимаем так диск вытаскиваю так вот любая тоже смазать можно вот эти вот места у меня монтажка потом срывается по смазке на сухую шушути так не идет с другой стороны попробуем видите как гнется сыромятина два два три три два три два три 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 вот так вот сколько потратил времени минута 4 колесико посмотрим в одном рейсе показывал как он не зашипела вот она дыра камнем пробил камнем я ее не буду клеить и уберу целое колесо поставлю накачаю все запасочку проверил вроде целая смазываем надеваем правда такая вот в говне воняет даже что а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...